Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Как избежать гибели на пожарах? Этот вопрос обсуждался в Лиде на заседании Координационного совета субъектов профилактики и рабочей группы по обеспечению безопасных условий проживания граждан. Для профилактики пожаров и гибели людей уже неоднократно говорилось у нас в районе созданы смотровые комиссии. Стало чище, но не везде. В Лицком районе подводят итоги месячника по наведению порядка на земле и благоустройству территорий. Люди работали, наводили порядок, результат есть. Домашние животные на улице. Как выгулять собаку и не нарушить законодательство? Почему не взять, как за границей? Ходят с собочком, ходят с мешочком, убирают. Новая жизнь старинного объекта. В агрогородке дворище идет реконструкция старинной водяной мельницы. Оно представляет собой действительно историческую ценность. В ноябре в Лицком районе в огне погибли два человека. Один пожар произошел ночью 2 ноября в деревне Грушевник Белецкого сельсовета, а второй ночью 9 ноября в деревне Итуны Дворищанского сельсовета. Эти происшествия и их причины обсуждались на заседании Координационного совета субъектов профилактики и рабочей группы по обеспечению безопасных условий проживания граждан. По предварительным данным возгорание в обоих случаях произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. В нашем регионе по этой причине наиболее часто гибнут люди на пожарах. В 2016 году из 7 трагедий 6 произошли из-за непотушенной сигареты. И это при том, что и спасатели постоянно напоминают о правилах пожарной безопасности. Ноябрьские гибели в Лицком районе произошли в период проведения пожарно-профилактической акции за безопасность в месте, что говорит о беспечности людей и подтверждает необходимость усиления профилактической работы среди населения. Для профилактики пожаров и гибели людей уже неоднократно говорилось, у нас в районе созданы смотровые комиссии, 18 смотровых комиссий, которые работают в сельских советах и при ЖЭСах. Смотровые комиссии в состав входят представители всех субъектов профилактики, это и РУЧС, РУВД, здравоохранение, образование, представители горгаз, энергонадзор, и так далее. Данными группами, данными комиссиями проверяются жилые помещения граждан, даются рекомендации по устранению выявленных недостатков, а также оказывается определенная помощь в устранении тех или иных нарушений. С целью предупреждения пожаров и гибели людей из-за неосторожного курения с 15 по 30 ноября в Беларуси пройдет акция МЧС «Не прожигай свою жизнь». Спасатели вместе со своими юными помощниками, членами Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных, в очередной раз напомнят взрослым об опасности, которую таит в себе пьяная сигарета. Они расскажут, как избежать трагедии и уберечь от них своих родных и близких. Акция направлена на предупреждение курения в постели, в состоянии алкогольного опьянения. Пройдет акция в 4 этапа. На первом этапе работники МЧС совместно с учащимися профильного класса МЧС средней школы номер 8 будут информировать людей об оперативной обстановке и правилах поведения случая возникновения пожара на автобусных остановках и салонах автотранспорта. Второй этап пройдет на предприятиях в организациях, где работники встретятся с трудовыми коллективами и расскажут им о правилах безопасности. Третий этап будет задействован на СУЗах. И четвертый этап пройдет вместе с массовым пребыванием людей. В Литском районе подводят итоги месячника по наведению порядка на земле и благоустройству территорий. Он стартовал 17 октября и должен был завершиться 18 ноября, однако погода внесла коррективы. На прошлой неделе выпал снег и работы были остановлены. Вместе с тем и за три с половиной недели месячника на территории города и района сделано немало по наведению порядка на земле. Хотя, конечно, сказать, что работы выполнены на сто процентов нельзя. Предприятия поработали. Может быть, выпавший сейчас снег немножко притормозил работу по уборке листвы, но в целом как бы работа шла позитивно. Можно отметить традиционно большие наши предприятия, у которых поставлена работа по наведению порядка. Вот Лакокраска, Литчельмаш, Агропромомаш. То есть люди работали, наводили порядок, результат есть. Надо отметить, что есть и слабые места, которые, в общем-то, действительно каждый раз приходится отдельно отрабатывать. Это дачное товарищество и гаражные кооперативы. Проблема заключается в том, что, как правило, должности председателя этих товариществ и кооперативов выборные и неоплачиваемые. то есть люди работают на своем энтузиазме, пытаются что-то сделать. Есть те, которые добросовестно делают, есть те, которые занимают позицию потребительства. Вот у нас на днях был в гостях председатель товарищества, ну, не буду называть, человек пришел сам, в общем-то, как бы проконсультироваться, но все-таки вот после беседы у нас сложилось впечатление твердое, что вот человек ждет, что кто-то сделает. Ждет от государства, ждет от властей, вот, чтобы кто-то установил контейнеры, кто-то вывез отходы, хотя вроде и понимает, что за все надо платить сами. Борьба за порядок на земле – это прежде всего физический труд, но не только он. Юные лечане о том, что они за чистоту вокруг показывают через творчество, участвуя в различных конкурсах на экологическую тематику. Процесс наведения порядка на земле постоянный, процесс этот требует усилий, внимания, воспитания людей, начиная с раннего детского возраста. Наше министерство уделяет этому большое внимание, проводятся различные республиканские конкурсы, вот, один из них – это конкурс на лучший рисунок, на экологическую тематику. Нам приятно сказать, пользуясь случаем, то, что вот за 2016 год при подведении областного этапа этого конкурса два первых места получил Лицкий район. наши детки в своих рисунках показали себя с лучшей стороны и была такая оценка. Первых мест на областном этапе республиканского конкурса на лучший детский рисунок на экологическую тематику были удостойны работы Литчан, Евгения Ирчица и Артема Нинартовича. В выходные 19 и 20 ноября в Лиде пройдут последние осенние сельскохозяйственные ярмарки, участниками которых будут сельхозорганизации и фермерские хозяйства региона. Они представят в ассортименте плодовочную продукцию. Также картофель и овощи предложат горожанам хозяева частных подворий. Сельскохозяйственная ярмарка будет работать с 9 до 14 часов на площадке у налоговой инспекции. В последующем торговать сельхозпродукцией здесь будет запрещено. Приобрести ее можно будет в магазинах и на рынках, а также на автостоянке по улице Труханова у магазина востоянии хозяев четвероногих и тех, кто живет рядом, продолжается. Первые, далеко не все, соблюдают правила выгула собак, другие, практически все, возмущены их отношением к окружающим и просят убирать за питомцами на улице. Собачью тему на этот раз подняла наша коллега Мария Крушевская. Татьяну Муравинскую и ее собачку по кличке Мышка знают все соседи. Такого четвероногого питомца хотели бы иметь многие. Мышка очень добрая оставляет неудобств. На маршруте, по которому она гуляет, не найдешь следов мышки. Хозяйка все тут же убирает. Вообще, я не понимаю людей, которые выгуливают своих собак рядом с песочницами, с детскими какими-то еще оборудованными местами, ведь там играют дети порой. Проблем нашим соседям мы не создаем, потому что мы выгуливаем нашу собачку в местах, которые не создают особых проблем, поэтому всегда, когда мы выгуливаем собачку, мы стараемся за ней убирать, ведь мы за чистую окружающую среду. Проблем у нас с этим нет. Жалобы на владельцев собак приходится слышать достаточно часто. Одним не нравится их громкий лай, другие возмущены тем, что хозяева выводят животных на улицу без поводков. Но больше всего нареканий, конечно же, на выгул собак. Точнее, на выгул не в отведенных для этого местах. А ведь действительно, гуляющих псов можно увидеть и у многоэтажек, и на детской площадке, и на тротуаре. Мне собаки не мешают, мы сейчас новосектора, но есть же определенные места для выгул собак. Я думаю, что там они должны выгуливаться, а не в детских площадках. Должно быть ограниченное место для собак. Я считаю так. Во-первых, безобразие, когда с собаками гуляют на детской площадке. У меня были проблемы, когда я приходила у ребенка грязной ботиночки, сами понимаете. Даже он испугался, и он теперь очень боится. Я не вступлю, не вступлю больше. Наверное, надо какую-то культуру воспитывать у наших людей. Если есть собака, ради Бога, ухаживайте за ней. Почему не взять, как за границей? Ходят с собочком, ходят с мешочком, убирают. И это чудесно. Согласно законодательству, собак и кошек запрещается приводить в магазины, на предприятия общепитой бытового обслуживания, в школы и детские сады, на рынки, животноводческие фермы. Их нельзя выгуливать в парках, скверах и на стадионах. Да и за променад собак и по детской площадке тоже можно получить штраф. Кстати, его размер будет составлять от 5 до 10 базовых величин. Так что, прежде чем дать питомцу порезвиться и исправить нужду, где попало, хозяину стоит почитать, сколько будет стоить такое удовольствие. Соблюдение этих правил очень важно, так как наши пушистые любимцы могут стать источником серьезного заболевания для человека. Это бешенство, это гельминтозы, в частности, токсокороз и заразное кожное заболевание. Если говорить о гельминтозах, то хочу напомнить, что от 4 до 30% собак и кошек на территории Республики Беларусь заражены токсокорозом. Они выделяют токсокару во внешнюю среду и при заражении человек заболевает. Земля, загрязненная собачьими отходами, благоприятна для возбудителя токсокороза. Попасть же в организм человека он может исключительно через почву. Для того, чтобы не заболеть токсокорозом, передающимся от собак и кошек, нужно помнить и выполнять достаточно простые правила. Часто, тщательно мыть руки после работы на садовом участке на огороде, после обслуживания автомобиля, после протирания обуви, после уличных прогулок. А также нужно обязательно помнить, что игрушки, которыми играют дети на улице, не следует заносить в жилые помещения. Их нужно хранить в определенном месте. А если вы или ваш ребенок имел контакт с животным, будь то бродящее или домашнее, обязательно после этого вымойте руки с мылом. Чтобы получать удовольствие от общения с четвероногим другом и не доставлять при этом неудобств другим, а также не загрязнять почву, владельцы собак, отправляясь с песиками на прогулку, обязательно должны прихватить с собой совок и пакет. Для чего? Нетрудно догадаться. Новую жизнь получит один из объектов старинной архитектуры в оградке-дворище – водяная мельница. Оригинальное строение привлекло внимание работников одной из литских туристических фирм, и они решили показать его гостям, включив местные туристические маршруты. Но прежде чем на водяной мельнице побывают туристы, здесь будет проведена реконструкция, которая, кстати, уже началась. Что сделано и что еще предстоит, знает Оксана Банцевич. По летописным источникам дворище известно уже около 500 лет. В разное время местечком владели шляхетский род Великого княжества Литовского и Ильинича, самый известный магнатский род Белоруссии Радзивиллы и монахи-изуиты. В середине XIX века оно представляло собой типичную усадьбу с дворцом, который в годы Первой мировой войны сгорел, а центральной части сохранились лишь каменные фундаменты и одна из башен, а также с водяной мельницей, крахмальным заводом, винокурней, кузницей, конюшней, амбаром, ледником, корчмой и другими постройками. Дворище является звеном одной цепочки, именно Радзивилловской водщины и относится к началу XVI века. Вот наша мельница, она построена уже в бутовой системе и она, это уже конец XVIII века, потому что все постройки перед этим, они были деревянные. И все арендаторы, владеющие дворищем, переходящие как бы все здания, они были деревянные предварительно. И только вот в конце XVIII века люди строили на века, а не на года, и дворище, и жилой комплекс. Все было перестроено и именно каменная основа, то есть они заботились и о нас, о будущем, что это будет функционировать, что это будет нужно их потомкам. Двухэтажное здание мельницы из бутового камня и кирпича привлекают к себе внимание при въезде в агрогородок дворище. Общей площадью порядка 800 квадратных метров оно придает в комплексе с другими строениями бывшей усадьбы колорит населенному пункту. Кстати, водяные мельницы такого типа, когда турбины находились не сбоку здания, а непосредственно под ним, в Беларуси практически не сохранились. Именно поэтому сейчас поставлена задача не допустить дальнейшего разрушения этого старинного оригинального объекта. Оно представляет собой действительно историческую ценность. Оно является хорошим экскурсионным туристическим объектом. Ну и почему бы эту инфраструктуру не развивать. Изменение старинной водяной мельницы в дворище началось с подготовки к восстановительным работам здания. Было сделано экспертное заключение специалистов по всем элементам конструкции. Разработан и утвержден проект реконструкции, после чего строители приступили к демонтажу аварийных конструкций. Здесь работала работала бригада из Гродного граждан проекта. Приняли решение, что практически все нужно демонтировать. Внутренние стены, крыша, перекрытие, практически все пошло под демонтаж. Поэтому из всех исторических частей этого здания остались только наружные стены. Но они тоже представляют собой интерес для просто для человека, который интересуется историей. Мощные каменные стены испытания временем вынесли. А вот крыша мельницы, лицевой фронтон и внутренние перекрытия пришли в негодность. Именно это обстоятельство заставило строителей проводить работы максимально осторожно, причем не только в целях техники безопасности, но и для сохранения мельницы. Демонтаж происходил с максимальным принятием мер по сохранности той черепицы, которая была на этом здании, потому что планы ее восстановить в том же виде, в котором она и была до этого. Также были демонтированы все перекрытия, которые были там, потому что они на самом деле были очень опасны. Во время реконструкции мельницы особое внимание будет уделяться каждому ее элементу, ведь сохранить историческую ценность необычного гидротехнического сооружения – главная цель всех восстановительных работ. Очень большое внимание заказчик по согласованию с нами, с архитектором Лицким уделяем подбору и подготовке материалов. Мы хотим воссоздать это так, как оно было до этого. То есть сечение конструкции, размеры этих конструкций, объемы помещений, которые были до этого, они должны остаться в том виде, в котором они были изначально. Сейчас дворищанская мельница не работает, но в будущем она оживет. В здании появится мельничный механизм, благодаря которому будет осуществляться помол зерна. Туристам же будет предлагаться оценить вкусовые качества изделий из полученной муки. Это здание является действительно жемчужиной Лицкого района и после того, как оно будет готово, я думаю, что оно будет самым красивым зданием, если не в Бродинской области, то в Лицком районе точно. Новый владелец дворищанской водяной мельницы не сомневается, что после включения ее в туристические маршруты она станет привлекательным объектом для гостей личины. Ее талант не имеет границ. Это о 14-летней жительнице деревни Дайнова Юлии Манцевич. Творческие достижения вокалистки тому подтверждение. За последние полгода Юлия завоевала 10 наград на республиканских и международных конкурсах. С международного конкурса фестиваля «Мы вместе» «Голоса Олимпа» она привезла два диплома лауреата второй степени и один третий и диплом дипломанта первой степени. Это фестиваль детского композитора Александра Ермолова. Я участвовала в четырех номинациях. Это национальная эстрада, в которой я представила песню «Белая ластолка». Это народный вокал, там я пела куполинку, белорусскую народную песню. Это эстрадный вокал, там где я пела песню «Там нет меня», и песня композитора Александра Ермолова, там где все детки пели подживой аккомпанемент композитора, я пела песню «Баллада матери». Вот, конкуренция, ну, сильные дети были, очень сильные дети были. Мне больше всего понравилось в этом фестивале то, что очень хорошая организация была. И вот очень дружная такая обстановка какая-то, и конкуренты, они, ну, добрые. Успешно выступила Юлия Манцевич и в Санкт-Петербурге на международном проекте «Салют талантов». Там она стала лауреатом первой степени и автоматически попала в его суперфинал. Для меня это был самый тяжелый конкурс, который у меня был, потому что возрастная категория была 14-18 лет, и я понимала, что я стою на сцене с ребятами, которым 16-18 лет и сильная конкуренция, очень, очень сильные люди были, очень сильно были представлены люди из Эстонии. Очень сильно мои главные соперники, конкуренты, так сказать. Ну, несмотря на это, я смогла взять первое место и пройти в суперфинал, получила приглашение в суперфинал. Вокалом Юлия Манцевич занимается с 5 лет. Весной она окончила Лицкую детскую школу искусств по классу эстрадного вокала, сейчас занимается вокалом со своей мамой и педагогом-организатором детвянской школы Ольгой Кедык, а также поет в продюсерском центре Станислава Клутовича. У меня все, однако переключаться на другой канал не стоит. Сразу после информационной программы события вы узнаете, какая погода будет за окном завтра, затем в эфир выйдет рубрика «Есть вопрос», блок рекламы и программа «Торговый эксперт». После чего можно будет увидеть новый выпуск фотоконкурса «Вот это кадр». Хорошего просмотра. Я же с вами прощаюсь до четверга. В среду на ЛИДА ТВ будут проводиться профилактические работы. До свидания. Партнер программы события Лицкий хлебозавод 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 Продолжение следует...